Индикаторы программ. Улики. 24 октября 1 индикатор и программ перед нами бюджет на предстоящую очередную трехлетку. Выскажу позицию фракции КПРФ о финансовом плане в целом, но и остановлюсь на некоторых моментах. Фракция сделала альтернативный анализ бюджета на следующую трехлетку. И вот основные положения этого анализа можно посмотреть в газете «Советская Россия», здесь четко прописано. Элитмотивом бюджета на следующий год можно сделать название «Проект бюджета» — это саботаж посланий президента. Стоит более подробно поговорить о государственных программах. На следующий год государственных программ 43, в них 210 подпрограмм, расходы на государственные программы на 2020 12 триллионов, на 2021 12,5, на 2020 13,2 триллиона. Хорошие деньги, хорошие расходы, должен быть результат. Но с повестки дня не сходят практически каждый год вопросы о неэффективности государственных программ. Вот в 2017 году их была треть, а в 2020 году по 15 программам существуют риски недостижения 10% показателей. Нужно разбираться в причинах этого. Возможно, не хватает денег, и поэтому у нас такие результаты. Программа есть, а самолетов нет. Программа образования, а у нас и школы влачат достаточно жалкое существование. И так по каждой программе. Первая проблема, о которой я хотела бы сказать, программы стали набором расходных обязательств, которые недостаточно закреплены целями, задачами, показателями. Но не все расходы можно уложить в целевые показатели. Например, давайте посмотрим программу научно-технологическое развитие 775 миллиардов рублей. Из них на текущие расходы высшего образования отнесено 66,4%. Зачем? А если взять соотношение с ВВП на научные исследования и разработки, в общей сложности у нас получается 2020-й г. 0,44%. В 2021-м на лет целых 43 сотых. В 2022-м на лет целых 42 сотых от ВВП. Идет падение. Так о каком технологическом прорыве можем вообще в этой ситуации говорить? А название-то, смотрите, какое эффектное, научно-технологическое развитие. На деле получили пшик. И такие же проблемы по многим программам. Другая проблема показатели. Их очень много, их невозможно просто-напросто все проанализировать. На 2020-й год. Установлено 1500 показателей, в текущем на 8 меньше. Как проанализировать и где взять такую армию чиновников, которые бы все это проанализировали? Мы третий год говорим правительству избыточное количество показателей. Бесполезно, ничего не меняется. Показатели абсолютно абстрактные. В 2018-м году. Расходы на реализацию программы увеличились на 9%, а показатели остались прежними. На что выделены дополнительные средства. И, в конце концов, жизнь сама по себе, а программы, получается, сами по себе. Напомню, по анализу счетной палаты по большинству программ установлен максимально низкий уровень эффективности. А 12 программ вообще не могут быть подвергнуты анализу, потому что невозможно рассчитать по абстрактным показателям таким эффективность программы. Вот примеры конкретные. Программа обеспечения общественного порядка и противодействия коррупции. Индикатор. Численность оправданных лиц. Ну как можно заранее просчитать численность оправданных лиц? И еще один. Число неразысканных, без вести пропавших граждан. Любопытно, кто сможет предугадать, сколько граждан без вести пропадут вообще? А тут мы должны еще число неразысканных и без вести пропавших по программе этой учитывать. Есть программа охраны окружающей среды. Здесь индикатор вообще интересный. Доля видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу и обитающих на особо охраняемых территориях в общем количестве видов, занесенных в Красную книгу. Как говорят мои ученики в подобных случаях, ну обалдеть от такого показателя. Вот кто поедет считать этих млекопитающих. А это же индикатор. Мы такие программы принимаем и принимаем. Для чего мы это делаем? Вот программа юстиции обеспечения законности при производстве дознания по уголовным делам. А что, у нас незаконных позиций много. Не все министерства могут свою деятельность уложить в прокрустовые ложи программ. Поэтому программ должно быть меньше, 10-15 оставить, а все остальные финансироваться должны по сметам. Иначе мы выглядим просто смешно. Не могу не сказать о федеральном софинансировании, потому что оно зачастую не может быть достаточным, чтобы программы реализовывались. Есть деньги у муниципалитетов, значит, есть программа «Нет денег», но и бог с ним. А люди в этом муниципальном образовании тонут в грязи. Считаю, что, если муниципальный бюджет дотационный, чего таскать деньги из одного бюджета в другой, дайте им все 100% финансирования и они выполнят всю программу. Программа обеспечения комфортным доступным жильем. Есть там нацпроект «Комфортная городская среда благоустройства дворов». Программа хорошая, только какое отношение имеет федеральный уровень к благоустройству двора, это дело муниципалитетов. В таком случае давайте мы на себя возьмем уборку подъездов уже тогда. А вот другой значимой программы строительства метро, к сожалению, нет, а муниципалитеты с ней не справятся. Заместитель министра транспорта заявил, правительство пересмотрело приоритеты и на метро поставило жирный крест. Сегодня метро есть в Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани. Во всех городах, кроме Казани, оно было построено в советское время. Самый лучший вид транспорта. Готовые площадки и начало строительства осуществлено в Челябинске, Красноярске, Омске, Перми, Ростове, Уфе. От этих регионов депутатов более 120 человек. Так неужели мы все вместе, несмотря на фракционную принадлежность, не сможем заставить правительство принять нужное для населения, горожан решение? Метро, по словам заместителя министра Алафинова, окупает свою работу только в Москве, а в остальных городах нет. Но у меня есть все основания уличить заместителя министра в некомпетентности. Потому что в Новосибирске ни одной копейки не выделяется из бюджета на метро. Оно себя окупает при стоимости проезда 22 рубля. В 2016 году перевезено 79 миллионов пассажиров. В 2017-80, в 2018-83. Каждый год метрополитен сам ремонтирует рельсы и вагоны, ни копейки не требуя из бюджета, кроме тех средств, которые идут на возмещение дотационным гражданам. В Москве уже проходят испытания беспилотные технологии, а в регионах заморозили строительство. А ведь мы с вами постоянно говорим о том, что качество жизни должно быть одинаково высоким как для жителей столицы, так и для жителей российской глубинки. Поэтому предлагаю объединить все усилия по этому вопросу, кто заинтересован в создании государственной программы строительства метро и на базе комитета по транспорту создать инициативную межфракционную группу. Проблему эту надо решать особенно там, где начали строить метро и не закончили. Государственная программа – это система мероприятий, обеспечивающих достижение приоритетов целей. Можем посмотреть любую программу. Вот комплексное развитие села. Что по ней сделали? Просто-напросто из других программ вытащили часть мероприятий, запихали в программу комплексное развитие. А не получится ли так, что отчитаются за эту комплексную программу развития села все ведомства, здравоохранение, образование и другие отрасли, и мы получим результат в несколько раз больше, чем он есть на самом деле? Потому что за одно и то же мероприятие может отчитаться несколько министерств. Как можно доверять таким программам? Думаю, что правительству нужно решать эту проблему. Подчеркивание. Депутат Госдумы Вера Гонзя, КПРФ, изучила статьи бюджета на 2020-2022 годы, написанного в Минфине, и увидела, что он не только ущербный по отношению к социальной, производственной, научной сферам, но и насыщен абсурдно-анекдотичными программами с индикаторами. Над ними можно бы посмеяться. Но ведь речь о государственной казне, от которой зависит состояние экономики, народа, государства. Поэтому В. Гонзя призывает бороться с финансовым жильничеством и настаивает на формировании полновесного бюджета. Вера Гонзя.